Сегодня в видео вы узнаете, кто же держит район. И это не люди в пиджачках и галстуках. Хотя, может... Да не, о чем это я. Полное разоблачение на сильнейшую группировку в КРМП на Android. 99 недель подряд топ-1 сервера Black на самом популярном проекте в РУ-сегменте. Рекордные значения по репутации набора очков, фулком во фракциях. Все, что есть и еще будет, забирается этими бойцами. И сегодня речь пойдет о семье Литва Мафия. Как им удается держать топы, тащить конты, захват и ни разу не быть побежденными. Об этом сейчас расскажу. Один ничем не примечательный человечешка в этом злом мире. Решил создать семью и построить империю. Называл он себя Литвой. Это что, страна такая? Поэтому и Литва Мафия, собственно. Два бойца. Литва и случайный бомж Василий с вокзала, который просил 5К на припитание. Таков стартовый состав Фомы. Денег не было, но зато были амбиции стать сильнейшим составом. Позже этот бомж Василий станет называть себя охраной Литвиненко. Удалось поднять архивы в одном из интервью с ютубером Виталия Старка. Где мы узнаем, что история начиналась с обычного старта. На одном из серверов Блэк Раши. Блэк. Где Литва смог поймать хорошие бизнесы. Так, погоди. Ты же говорил, что денег не было. В общем, создал Фому и начал собирать состав в таком районе, как Егоровка. Легендарный дом. Это уже как памятник. Там в одном шкафу вещей было только на 2 лярды. Забрали черти. Кто такой Литва? Как вы его опишите в нескольких словах? Сила. Мощь. Добряк. Литва страна. Топ Литва. Литва-мафия. Понятно. Спасибо, мужики. Вот как назло. Захотел сделать видео на эту тему. И тут же появилось что-то похожее. Я знаете, что замечаю? Уже вот не первый раз. Если к вам приходит какая-то идея или интересная мысль, но вы ее не реализовали, то ее обязательно реализует кто-то другой. Будто все вот с общего канала черпают эти мысли. Ой, куда меня несется. Давайте лучше покажу, как мы брали фулку в ОПГ и острых козырьках, а потом уже расскажу секреты. Гонка? Что-то это мне напоминает. Исход очевиден, братик, но мне еще надо на забив, поэтому не в этот раз. Что же за день-то такой? Хоть я и закоптил, но коптил как ракулик. Норм. Я водятел. Бывает. Вызвали админа на помощь. В то же время админ. Ай, ладно, тут недалеко, можно и добежать. Но Оливер Бизи все-таки реабилитировался и помог нам. Спасибо. Ого, у вас тут что-то больше, чем нужно. Литву мафию щемит? А не, показалось. Рамзан Литвиненко не понимает, откуда огонь. Тарасик тоже прячется, непонятно от чего. Давайте еще арабки возьмем. Ух, как забегали. Бложки, выходим из будки. Встречаем литву мафию как положено. Ты чего там уселся? Подъем. Один упал. И это все? У измайловского ОПГ сейчас идет МПшка, последний выживший. Опа, паркур. Суетной на движениях. Владик, чего лежишь? Ты чего отдыхаешь? Подъем. А ты пока тут лежи. Сергей Форбс, ну не ругайся. Ты выше этого. Вы все с ГМ? Кого? Админ, подними меня, у них ГМ. О, Санта-Клаус, а подарки где? Заложник тут. Первый капт. Соперники еще что-то пробуют. Второй капт не ощущался вообще. Да о чем речь? Я вообще сидел и семечки щелкал. Но третий капт был уже такой, что даже дождь пошел. Встречаем измайлов как требуется. Меня даже убили и пришлось сделать фас-возрарт. Выгружаем тачку, чтобы подкрепление приехало. Ну вот опять пропуская все самое интересное. Ну хотя бы одного из малика оставили. Пятый день. Изи 56 бизнесов. Состав молодцы. Доказали, что не позеры уже в который раз. Ладно. Давайте расскажу как сформировать состав и быть такими же крутышками. Формула успеха для создания хорошей фамы. Пацаны. Научитесь играть сами. Изучите как формить рейтинг. Есть три способы. Это контейнеры с ящиками. Приезжаете, ставите на загрузку. Грузите. Отвозите. У вас должно быть пару машин. На ВЧ, на ЗЗ. А дальше не важно на чем вы туда приедете. На мопеде. Нет мопеда. Забери у бомжа. Вызови такси. Да допрыгни ты уже. Знаешь же куда. Второе. Это конечно же захваты. Скиллуху показывать надо. Башня. ЧР. Школа. Купи дом возле сектора. Где проходит захват. Купи два дома, чтобы быть тачером захватов. Купи еще и квартиру. Пропиши всех туда. Все. Машины даже не нужны. Ну и объясни своим, чтобы не стояли в одной куче. Ты же не Литва-мафия, чтобы во время захватов в нарды играть или в шашки. Тут как бы стреляются. Займи нормальную позицию. Не такую. Вот тут ты выбиваешь 7-4 крышу. Вот тут ставишь тачку, выбиваешь 7-4 крышу. Вот тут тоже можешь выбивать крышу. Тут стоишь и защищаешь своих парней, которые начинают пушить, чтобы выбить крышу. Кто захватил крышу, тот захватил сектор. И уже почти победил. Странные контракты, пацаны. Это третий такой моментик, где вы можете формить рейтинг. Целый список заданий. Самый простой способ. Всех печенек отправляю выполнять эти задания. Вот только на этом за день можно уже делать спокойно 15 тысяч рейтинга. А ты не можешь собрать ребят. И кое-как только за неделю столько набираешь. Второй моментик. Постоянная мотивация состава. Без нее никуда, пацаны. Это как в любом спорте. Должны быть премии после успешной работы. Там конкурсы после достижения поставленных целей. И одень бойцов своих. Дай им экипировочку. Мой состав ходил в определенных скинах. Третьи ранги назывались демонами и носили скины Мальборы. Все за счет главы. Кто достиг ранга, получил этот скин. Преданные заместители, которые проходили уже через огонь и воду, и спустя время доказывали, что они достойны быть в основе, получали скины шейхов. Вот просто за свой актив. Таким образом было выдано более 100 скинов шейхов. Чедро. Третий момент. Вы должны понимать, что фома это не способ заработка для главы. Продавать ранги, доступы. Фома это когда ты из 2-3 тысяч фильтруешь так, чтобы у тебя по итогу оставалось 50 преданных спартанцев, которые заменят 500 стрелков, которые там присели, встали и уже называют это плюсы. Идейных и средствоустойчивых. А ты для них жалеешь ранг и еще доступы какие-то продаешь. Эх, смешной. Далее. Прокачайте автопарк. Хотя бы в основных позициях. Спавн, больничка, сектора. Не обязательно делать из него автопарк шейхов. Ну, 100 угросов для Литвы Мафии это уже так, балансировка экономики сервера. Если не тупите и научиться играть, будете каждую неделю везде топ-1 занимать. Вас много, админы платят. 1 на 1 вы 0. Меня вот лично раза 3 или 4 банили за такие вещи, за которые, ну, смешно даже говорить. Ну, а с одной поделюсь. Самый первый бан был за багаюз. Когда вот тачку ставил, не в сам контейнер заезжал, а сквозь стену, сквозь вот этого контейнера, получил блокировку за багаюз. Смешные. 99 раз топ-1 подряд. Это 99 недель. Это 2 года. Каким бы вы там жестким тачером не были и не рассказывали в комментах, мол, лоу скилл, я там по минус 10 даю. Вы в любом случае оказываетесь в ЦБ и впитываете это. Хороший состав может в меньшинстве на изи забрать. Под конец заехать и забрать у них те же самые очки. Решает онлайн. Сидишь сутками, не спишь, грузишь ящики, тащишь сектора. Постоянно всех зовешь туда-сюда, тогда займешь топ-1. А если спишь по ночам сладким сном, а потом днем заходишь на часик, там 2, после того, как еще в очереди столько же просидишь, то какой топ ты хочешь? Разработчики закрыли нашу фому, забанили аккаунты, потому что мы ушли на LifeRash, на другой мобильный проект. Много слухов, мол, порчи экономики, конкурсы, которые 2 года проводились и проводятся другими фомами. Нет, вся правда в LifeRash. Вот она появилась и все. Сразу всех в бан. Это для тех, кто пишет вернись, вернись, вернись. Не получится уже. Но мы не расстраиваемся, потому что LifeRash это наше детище, которое двигается. Может быть не так резко и дерзко, но по кайфу. Здесь системы захватов, системы контов. Они имеют лютый апгрейд. И только истинные стрелки, суровые составы могут здесь играть. Открытое заявление на пост лидера ОПГ. Шарите за край. Есть состав. Велкам. На счет ОПГ. Капты фулл составом. Не 5 на 5, не 1 на 1. Фулл состав. Сколько есть, столько будет. Заезжаете в квадрат со своей братвой. Система по очкам. Кто больше очков к окончанию таймера насобирал, тот и забирает бизнес. Все, вроде все понятно, легко. Склад делать несложно, хоть и в последнее время были внесены изменения для баланса. Не с кем начать играть. Вступаем в наши ряды в Литву Мафию. Играя на Лиф Раши, промокод решеточка Литва можно будет ввести с первого уровня, который даст тебе Голд Вип и другие бонусы для быстрого старта. А на этом все. Всем спасибо. И пока. Будьте сильными. Это Литва Мафия. Специально для Гол Краши. Служите рифмы. Йоу. Вещи узко, будто глаз Хакамады, но гангстер в бандале фальшивее, чем сказки Обамы. Вы в рэбе первооткрыватели, как вас, Катакама. Ваша душа это написано только вилами, во воде ты не русский тупак. Ты будто жердяц с холохубом, ты всегда прощался в узких кругах. И пусть ты хоть на анаболика завис, но помни, оуми, это не играет роли, как статист. Твоя карьера, как тетрадка, серая и краткая, ее первая буква Х, последняя и краткая. Враг ровный, раздроблен, как при Курской донат-бровной. Я доведу твою мать от кухонной до надгробной. Мне говорят, что мои панчи омерзительны. Почему меня слушают дальше? Объясните мне. Ты не рэп, а ты фрик. Кто хочет баттлен на бит? Что бит? Вы будете отбирать от Баретта. Это как начальство, как рэп, как пампган, в наших глазах. Мы не смотрим на вещи узко, будто глаз Хакамады, но гангстер в бандале фальшивее, чем сказки Обамы. Вы в рэбе первооткрыватели,